Одесская юрокадемия снова принимает высоких гостей. На этот раз университет в рамках международного сотрудничества посетили депутат Европарламента, профессор государственного Варшавского университета Кароль Карский со своей супругой, членом постоянного арбитражного суда и Совета ООН по правам человека, независимым экспертом ООН Елизаветы Карской. Евродепутат прочитал лекцию студентам юрокадемии, а университет организовал для гостей масштабную экскурсию по ВУЗу. Более подробное о визите в материале репортера. Европарламентарий Кароль Карский признанный эксперт в сфере международного и европейского права. Он вице-президент Польского института международных дел, автор множества научных публикаций в своей профильной сфере. Также политик является вице-президентом Польского отделения Ассоциации международного права. В рамках визита иностранные гости встретились со студентами Международного правового факультета и прочитали лекцию на тему специальной процедуры ООН в универсальной системе защиты прав человека. Это было очень интересное встречение с студентами в САЛО Академии. Это была большая возможность для меня получить лекцию на отношения между Европейской унионом и Украиной. И тогда я был очень интересен в вопросах. Очень интересные вопросы. Я вижу, что ваши студенты очень хорошо подготовлены для их будущего работа. Гостей впечатлили не только знания студентов, но и уровень владения английским языком, на котором читалась лекция. Как я сказал, это моя первая профессия, и я очень счастлива, когда я могу поговорить с студентами в каждой университете, где я путешествую. И особенно здесь, в Одесса, я впечатлилась с уровнем знания студентов, с их вопросами, которые были очень детализированы и очень профессиональные. Поэтому спасибо большое за организацию, и я надеюсь... Для гостей также была организована экскурсия по Одесской юрокадемии. Супруги Карские вместе со своей дочерью побывали в крупнейшей в Украине научной библиотеке университета. Электронный каталог автоматизированной системы Англиип насчитывает более 700 тысяч описаний. Они побывали также в музее редкой книги, где хранятся уникальные издания, первые источники украинского права. Впечатлил гостей музей оружия и стрелковый тир, где студенты получают практические навыки в криминалистике. Также они ознакомились с материально-техническим оснащением вуза, посетили специализированную аудиторию, рабочее место детектива, прокурора и следователя, где на интерактивной доске продемонстрировали создание фоторобота. Также гости побывали на модельном судебном заседании, которое проходило в специально оборудованной аудитории вуза. Одесса Академия Логи – это очень известная университет в Украине и в мире. Я слышал очень хорошо, очень хорошо, и я думаю, что это одна из лучших университетов в мире. Побывали иностранные гости в Международной академической школе Одесса, которая находится на завершающей стадии строительства. Они осмотрели будущие классы, огромный спортивный зал, бассейн на шесть дорожек, школьное кафе, но особо впечатлили два храма, расположенные в самом сердце учебного заведения. Притик выразил надежду побывать на открытие учреждения вместе с инициатором строительства школы, президентом Юракадемии Сергеем Киваловым. Подводя итог своего визита, гости еще раз отметили, что благодаря усилиям руководства вуз готовит востребованных во всем мире специалистов во всем юридическим специальностям, а также высококлассных политологов, социологов, психологов, журналистов, специалистов в этой сфере, основу учебного года, еще и филологов. Благодаря президенту Кивалову, эта университет очень хорошо знаменитая во всем мире. Я знаю, что сегодня он в Лондоне, он готовит следующие связи с другими университетами. Эта академия является частью европейского и общественного сообщества университетов, и это очень хорошо, чтобы участвовать в многих университетах, чтобы сделать交換 между университетами, чтобы участвовать в конференции. И я думаю, что это благодаря мистеру Кивалову первому. Более 10 лет назад президентом Одесской юридической академии Сергеем Киваловым была успешно внедрена практика приглашения лекторов из-за рубежа. В университете уделяется большое внимание преподаванию на иностранных языках, поэтому визиты зарубежных преподавателей, ведущих специалистов, являются частью образовательной программы ВУЗа.